Почему он не религиозный писатель? Вот он свой, значит, такой высокий нравственный накал доносит до многих-многих тысяч людей. Он свой творческий вечер проводит в Духов день, понимаете? Вот на следующий день после Троицы. А вот как-то у него пока эта часть как бы не развелась. Почему он, например, не одессит? Понимаете, вот он вполне бы, по идее, должен был бы быть одессит. Вот я как одессит вам скажу, что это вот наш человек. Если вы несколько фамилий, так сказать, одесских по происхождению из Одессы, значит, наших отечественных литераторов принесете, вы поймете, что фамилия Нечапаенко вполне укладывается в этот ряд. Я не буду сейчас как бы так его сравнивать сразу, потому что кому-то здесь будет, может быть, обидно. Я не могу понять, почему он не пишет на темы нашей сегодняшней трудной вообще реальности. Я не понимаю. Ну, иногда... Почему он остается неисправимым романтиком уже в определенном, так сказать, этапе жизни, когда, ну, казалось бы, он уже все, так сказать, все это... А он пишет о Гоголе. Вообще, вот в связи с юбилеем Гоголя хочу сказать, что немножко мы как-то с вами все здесь недоработали, наверное. Почему-то... Вот я бы, например, как отметил? Я бы ввел, например, двойное гражданство России и Украины. И сертификат двойного гражданства под номером один бы выписал на имя Гоголя Николая Васильевича. Вот это было бы, так сказать, дело. Вот, может быть, номер два получил бы Ничфури. Это было бы нафига над Гоголем. Если бы мы Гоголем выписали. Вот, видите, все-таки тема болезненная. Видите, уже, так сказать, возникает дискуссия. Поэтому... Значит, здесь очень интересная тема все-таки для детей или для взрослых. Я опять не хочу, так сказать, перечислять много фамилий, но первые, кто приходит на ум, ну, например, тот же Зощенко, тот же Виктор Драгунский, тот же Даниил Хармс. Много-много в XX веке, так сказать, было писателей, поэтов, про которых нельзя сказать, пишут они для детей или для взрослых. И я хочу сказать главное, что, на мой взгляд, то, что принес в литературу и вот своей последней книжкой в особенности Юрий Дмитриевич, это, вообще говоря, объединяет людей. Объединяет людей... Ну, это как в Одессе, которая вот всех объединяет. Какой-то такой единый дух создается. И детей, и взрослых тоже что-то объединяет. И вот мы здесь тоже все очень разные, и нас сегодня Юра обьянил. Юра, спасибо тебе большое. Объединяет, пожалуйста, нас дальше. Спасибо большое. Это очень другое. Да, дорогие друзья.